Существуют иррациональные числа альфа и бета, большие единицы, такие, что целая часть альфа в степени m не равна целой части бета в степени n ни для каких натуральных чисел m и n. Мы решим эту задачу четырьмя способами. Более того, потом выяснится, что можно взять не два числа альфа и бета, а последовательность. То есть альфа, бета и еще бесконечно много чисел, для каждых двух из которых будет выполнено вот такое вот соотношение. Целая часть альфа в степени m не равна целой части бета в степени n. Но пока давайте посмотрим на два числа. Первый способ. В качестве числа альфа возьмем 2 плюс корень из 3, а бета пусть будет в 3 раза больше, чем альфа. Рассмотрим натуральное число а, заданное вот такой формулой. Заметьте, хоть здесь и есть иррациональность, но это натуральное число. Потому что, когда вы будете разводить, то когда корень оказывается в квадрате, он дает тройку, а когда он оказывается в нечетной степени, то будет происходить уничтожение с числом отсюда. Заметьте, число а не делится на 3, потому что все слагаемые, кроме 2 в степени m и 2 в степени m из этой скобки делятся на 3, а 2 в степени m умножить на 2 не делится. Теперь, целая часть вот такого числа, 2 плюс корень из 3 в степени m, это а минус 1. Почему? Потому что 2 минус корень из 3 меньше единицы и больше нуля. Вот это число лежит на интервале нуля от единицы. А когда к некоторому числу прибавляете нечто, расположенное между нулем и единицей, и получаете целое число, то целая часть, конечно, просто-напросто на единицу меньше, чем вот это вот целое число. Замечательно. Теперь то же самое я говорю про число β. Ну, в этот раз у нас, конечно, будет делиться, даже на 3 в степени n будет делиться. Вот. И целая часть опять будет равна b минус 1. Потому что не только 2 минус корень из 3 меньше единицы, но оно даже меньше 1 третий. Ну, давайте объясним, почему. Потому что если мы проявляемся, то сколько будет здесь 6 минус 3 корень из 3 меньше единицы, это то же самое, что 5 меньше, чем 3 корень из 3. Это действительно так, потому что 25 меньше, чем 27. Второй способ. α – это 2 плюс корень из 3, β – это 1 плюс корень из 2. Рассмотрим числа 2 плюс корень из 3 в степени m плюс 2 плюс корень из 3 в степени n пополам. Если вы вспомните форму для решения уравнения перья, то вот для такого уравнения перья при любом натуральном m такое число годится в качестве a. И тогда c – это некоторое правильное число. Ну, например, если m равно 1, то у вас в качестве a, можно взять двойку, в качестве c – 1. Ну, и так далее. То же самое. Для уравнения перья b2 минус 2d квадрата решение записывается вот такой формулой. Значит, опять, если у нас, ну, правда, здесь d может равняться 0. Если n равно 1, то b – это у нас будет 1, а d – это будет 0. Но в любом случае, c и d – это целые числа, причем c больше 0 для любого натурального m. Ну, а d один раз для n равного 1 может равняться 0. Теперь, ну, не просто же так, но все альфа в это. Предположим, что для некоторых нутравных чисел m и n целые части равны. Пусть число n является черным. Тогда смотрите, вот это вот – это маленькое, в смысле, больше 0 или меньше единицы, положительное число. И, значит, вот, если у нас вот это вот, мы знаем, что это число целое, значит, целая часть вот этого числа – это 2b минус 1. Ну, и точно так же, целая часть этого числа – это 2a минус 1. Значит, получаем вот такое уравнение. Значит, а равно b. Но если а равно b, то 3c квадрат равно 2d квадрат. Вы помните, c – это неправильное число, такого не бывает, потому что 2 3 – это не квадрат. Для нечетного – еще легче, потому что для нечетного n – вот это число отрицательное и по модулю меньше единицы. И, значит, целая часть числа 1 плюс 1 минус 2 в степени n – это просто-напросто 2b. Вот из этого числа вычитаем число, которое больше нуля и меньше единицы, получаем целое. Значит, целая часть – это просто-напросто 2b. А нечетное число 2а минус 1 не может равняться четному числу 2b. Третий способ – это лемма-релея. Она у нас уже была по другому поводу, когда мы смотрели на примуру, которая будет сначала координат, где пересекает прямое заданное уравнение и само целому числу и и равно целому числу. Ну, на всякий случай, напомню, если гамма-релея – это иррациональные числа, причем положительные, и сумма обратных величин равна единице, а, разумеется, такие числа легко найти. Просто берете любое большее единицы – это иррациональное число в качестве гамма и вычисляете по этой форме дельта, если получится. Так вот, в таком случае для любых натуральных м и н целая часть м гамма не равна целой части н дельта. Так, ну, здесь я на всякий случай написал доказательства. Возьмем в качестве числа альфа 10 в степени гамма, а в качестве числа бета 10 в степени дельта. Тогда что такое альфа в степени н? Это 10 в степени м гамма. Ну, а что такое бета в степени н? Это 10 в степени н дельта. Но у этих чисел целые части разные. Единственное, о чем надо заботиться, чтобы альфа и бета были иррациональные числа. В том, что нам в задаче сказали, что они должны взять иррациональные. Ну, очень просто. Множество иррациональных чисел, счетных. А я уже сказал, что когда вы здесь выбираете, то ускорение можно делать по любому иррациональному числу гамма. Вот. Иррациональных чисел больше, чем счетное множество. Поэтому этот способ тоже работает. Четвертый способ. Такой более скучный, но он зато хороший для студента, который учит лему о стягивающихся отрезках. Напомню, что это такое. Если у вас есть отрезок, в котором есть другой отрезок, в нем третий и так далее, и так далее, то есть точка общая для всех отрезков. Так вот, мы сейчас запустим некоторую процедуру построения. И, взяв произвольное иррациональное число альфа, ну, единственное, надо будет, чтобы он больше четырех, не такой чисел бесконечно много, вот по нему построим число бета. В некотором смысле, по очереди отстраиваясь от, ну, каждого такого равенства. Пусть альфа число больше четырех. Ну, и поскольку просят, чтобы было иррациональное, пусть альфа сразу будет иррациональное число. Первый отрезок задан просто точной формулой. Его левый конец – это целая часть числа альфа плюс 1,01. А правый конец – это целая часть числа альфа плюс 1,99. Давайте смотреть, какие очевидные есть свойства у чисел а1 и b. Ну, во-первых, целая часть числа альфа – это по крайней мере четырех. Значит, здесь стоит 4, может быть, не больше, плюс 1,01. То есть а первая больше 5. Замечательно. Разумеется, 1,01 меньше, чем 1,99. Разность квадратов. Ну, смотрите, b1 плюс а1 больше 10, а разность их – это 98 сотых. Поэтому, конечно, разность квадратов больше 5. И на отрезке от а1 до b1 нет никакой степени числа альфа. Потому что альфа в квадрате, разумеется, у нас число большое, а альфа – число маленькое. Давайте посмотрим, как точно смотреть. Вот b1, оно же у нас меньше, чем альфа плюс 2. Ну и, разумеется, если альфа больше, чем 4, то альфа плюс 2 меньше, чем альфа квадрат. Ну, а то, что целая часть числа альфа плюс 1,01 больше, чем альфа, разумеется. Все, такие условия есть. Они кажутся довольно странными. Особенно вот это вот больше 5. Но давайте теперь я расскажу, в чем будет состоять конструкция. И вы увидите, что просто для того, чтобы эта конструкция работала, разумно было взять именно эти числа. Смотрите, мы же хотим, чтобы число бета, которое мы построили, а бета – это будет общее число последовательности отрезков. Значит, мы построили уже отрезок а1, b1. Теперь мы его немножко уменьшим, потом еще уменьшим, уменьшим, уменьшим и так далее. И общая точка всех этих отрезков – это как раз и будет бета. Так вот, мы хотим, чтобы бета было иррациональным числом. Поэтому, переименовывая все рациональные числа отрезка а1, b1, множество рациональных чисел счетное, поэтому это можно сделать. И получается у нас какая-то последовательность. Совершенно неважно какая, есть какая-то последовательность рациональных чисел. И теперь для каждого натурального числа k мы будем строить по уже построенному отрезку, первый отрезок уже построили, следующий отрезок, который, во-первых, будет содержаться, во-вторых, в отрезке от а-к плюс первого до б-к плюс первого не будет числа сэкаты. Заметьте, про первый наш отрезок а1, b1 здесь вообще ничего не сказано, потому что никакого цену ремонта у нас нет. И поэтому там учение было написано. Но, вот мы хотим так, мы, в принципе, по очереди отстраиваемся от каждого рационального числа, да? Вот почему там не будет числа сэкаты, а потому что отрезок а2, b2 уже не содержит числа сэкаты. Ну, значит, и все следующие тоже. Почему там не будет числа сэкаты, а потому что восемнадцатый отрезок его не содержит. И так далее. И еще какие требования на эти числа? Хотим, чтобы разность к плюс первых степеней была больше пяти. И, смотрите, какая у меня есть вещь. Вот там было написано, целая часть не равна целой части для любых натуральных чисел m и n. А здесь целая часть не равна целой части при n меньше или равных k. Но когда мы потом k будем брать все больше и больше и больше, то у нас будет возникать все большее количество этих условий. А число при это будет лежать во всех этих отрезках. Для любого k. Вот то число, которое мы строим. Это будет пересечение всех отрезков. И значит, вот это соотношение, то, что целая часть не равна целой части, будет верна для любого k. Ну и все будет построено. Так, теперь надо просто понять, как же строить отрезок ak плюс 1 и bk плюс 1, если у нас первый отрезок был построен. Пусть первые k отрезков уже построены. Смотрите, 4 в квадрате минус 4 это 12. Поэтому целые части степеней числа альфа отличаются сильно. Не может так быть, что вот когда у нас есть маленький отрезок длины 12, то там будут целые части. Да, вот целые части степеней числа альфа отличаются не меньше, чем на 11. Хорошо. Берем отрезок akd в k плюс 1 степени, bkd в степени k плюс 1. Но когда у нас есть отрезок, длина которого больше 5, то начав с наименьшего целого числа, которое в нем лежит, вы сумеете уложить в этом отрезке хотя бы 4 подряд отрезка длины 1. Значит, вот в этом отрезке, akd в k плюс 1, bkd в k плюс 1, есть 4 вот таких отрезка. Здесь каждый раз концы натуральные числа. Вспоминаем, чего мы, собственно, хотим. Мы хотим, чтобы ckd не принадлежало в отрезку ak плюс 1, bk плюс 2. Замечательно. Замечательно. Но мы же можем возвести ckd в k плюс 1 степени. Если оно вообще не попадет в эти отрезки, то все будет легко. А это число нецелое. Вот это вот ckd в k плюс 1 степени число нецелое, поэтому оно может попасть максимум в один из этих отрезков. Вот здесь наша конструкция, да, вот, мы требуем, чтобы k плюс 1 отрезок, который мы сейчас строим, содержался бы в k. Идея в том, чтобы возбудить все числа в k плюс 1 степени, и тогда вот этот отрезок растягивается, да. Вот здесь написано, что он, растянувшись, становится длиннее больше, чем 5. Сейчас я один из вот этих отрезков выберу из любой корень капюшки этой степени и скажу, что это как раз и будет вот этот вот отрезок. Ну, смотрите. Хотя бы в одном из этих четырех отрезков нет ни одной степени числа альфа. Потому что вы помните, что степени числа альфа сильно отличаются, поэтому максимум 1, да. И нет числа ckd в k плюс 1 степени. ckd в k плюс 1 степени это число нецелое. Потому что вы помните, что ckd лежало между двумя соседними натуральными числами. А рациональное число, когда оно нецелое, в любой степени натуральными является нецелым. Значит, отрезков 4 степень числа альфа может, что называется, испортить максимум 2. Это и то в прочей особой ситуации, если в точности подпадет натуральное число. А это может испортить максимум 1, хотя бы не есть, обязательно. Пусть это будет отрезок от t до t плюс 1. t это какое-то начальное число. Обозначим. Ак плюс 1 это корень степени k плюс 1 степени t. bк плюс 1 это корень той же самой k плюс 1 степени ст. t плюс 1. Тогда мы же мистеря возводили все в k плюс 1 степень. Теперь, когда мы взяли кусочек отрезка, то, разумеется, отрезок ак плюс 1 и bк плюс 1 содержится в отрезке ак плюс 1 и bк. Мы отстроили, что называется, от степени числа альфа. Замечательно. И мы, смотрите, что сделали. Мы получили, что когда в k плюс 2 степень войдешь, то получается разность больше 5. Почему? Потому что в k плюс 2 степени это bк плюс 1 умножить на k плюс 1 степень bк плюс 1, то есть умножить на t плюс 1. Ну и здесь, соответственно, ак плюс 1 умножить на k плюс 1 степень, то есть на t. А это, очевидно, больше, чем ак плюс 1. Вот, если вы перенесете вот сюда, то здесь получится ак плюс 1 умножить на t плюс 1, а здесь bк плюс 1, а bк плюс 1 больше, чем ак плюс 1. Замечательно. А ак плюс 1 больше, чем число 5. Отлично. Теперь вспоминаем о каких-нибудь ошибках устойках. Это прекрасно, так и есть. Это замечательно. Это для числа КПС-1 тоже есть. Единственное, что может подозрительно быть, почему целая часть степени бета при n-меньшей или равном к, правда уже не к, а КПС-1. То есть, почему число, которое лежит на отрезке А КПС-1, при возведении в КПС-1 даст целую часть, отличную от целой части альфа в степени е. При возведении в КПС-1 мы получаем этот отрезок. Вот на этом отрезке нет ни одной степени числа альфа. Специально об этом позаботились. Ну, я не знаю, как это понятнее объяснять. Давайте я еще раз покажу вот эту нашу конструкцию. И, наверное, дальше надо просто думать. Это одна из стандартных конструкций банально. Многие примеры как можно сказать. Вы начинаете с какого-то отрезка и один за другим строите, строите и строите отрезки. И вот тут замечательная идея. Вместо того, чтобы сразу рассматривать все эти условия, вы рассматриваете только такие, когда n не больше, чем k. Это уже более обозримая штука и поэтому получается. Вот так решается эта задача при помощи последовательности вложенных отрезков. Мы доказали существование двух чисел альфа и бета. Оказывается, существует бесконечная последовательность положительных чисел, каждой из которых больше единицы, таких, что если целая часть альфа r в степени m равна целой части альфа s в степени n, то r равно s, а m равно n. То есть по существу все целые части разные. Один из способов решения это использование, которые будут не последовательность альфа 1 и так далее. А индексы будут простыми числами. Использование теоремы о существовании решения уравнения беля. Для любого не являющегося квадратным числа существуют такие натуральные числа. Простое число это не квадрат. Значит, можно взять такие натуральные числа, альфа и бета, что а бета в квадрате минус p умножить на бета в квадрате равно единице. Практично. В качестве альфа этого возьмем а бета плюс бета корней из петра. Для каждого простого числа p мы взяли одно такое. Наименьшее или не наименьшее в данном случае не важно. Важно, что для каждого простого числа p мы нашли такую пару натуральных числов. Докажем, что это и есть нужное нам бесконечное множество. Смотрите. Когда мы возводим альфа, бета, вот эту сумму, в n-ную степень и прибавляем а бета минус p бета корней из p в n-ную степень, то, вспомните формулу для решения уравнения беля, если мы эту сумму разделим на 2, получится натуральное число для него натурального числа n, которое удовлетворяет уравнение беля. x квадрат минус p y квадрат равно 1 для каких-то натуральных чисел на x и y. Чему равна целая часть альфа беты в степени n? Ну смотрите. x число натуральное, поэтому 2x тоже натуральное число. А вот это больше нуля и меньше единицы. Потому что, ведь если вы умножите то, что внутри скобки на вот это число, то получится единица. Значит, внутри скобки стоит единица, деленная на альфа бета. Это число больше нуля и меньше единицы. Значит, когда мы к этому числу прибавляем какое-то число, расположенное между нулем и единицей, мы получаем 2x. минус 1. Представьте себе, что для каких-то простых чисел p и q у нас получилось равенство. Где-то там было 2x минус 1 для p, где-то было 2z минус 1 для какого-то q. Тогда у нас есть, смотрите, два равенства. x квадрат минус py квадрат равно единице. z квадрат минус qt квадрат равно единице. p и q разные простые числа. И при этом так получилось, что целая часть совпали. Значит, x равно z. Получается, что py квадрат, вот эти равны, py квадрат должно равняться qt квадрат. Но это невозможно, потому что p на q – это не квадрат для разных простых чисел p и q. По-моему, очень изящно здесь возникает уравнение беля в решении. Второй способ очень похож на первый, только мы не будем использовать простые числа, а обозначим альфа-катая – это k плюс корень из k квадрат минус 1. Впрочем, мы возьмем потом не все эти альфа-катая, а только некоторую часть из них. Но сначала пусть k любое больше единиц натурального числа. Но, как всегда, у нас есть очевидное такое решение – пара чисел k1, k в квадрате минус k в квадрат минус 1 нужно 1 – это единица. И по этому решению мы можем построить бесконечную последовательность. Это такие неправильные числа, которые заданы формулами. Все, кто выписывал формулы для решения уравнения беля – это полные. То есть, x и y – неправильные числа. Значит, на 2 умножаем. Говорим, что вот это число больше нуля, меньше единицы. То есть, целая часть – это 2x минус 1. Пока практически то же самое, что было в решении с красными числами. Только здесь, в результате явно выписываем, а там пользовались теоремой осуществования решения уравнения беля. Но теперь будет чуть хуже. Такая же система, как была для простых чисел, x, y, z, t – это натуральные числа. Вдруг вот так случилось, что 2x минус 1 равно 2z минус 1. Тогда выполнено вот такое равенство. Ну, y и t должны быть натуральными числами. Мы должны теперь придумать какую-нибудь такую последовательность натуральных чисел, что для любых двух ее членов эта равенство даст противоречие. то есть, k в квадрате минус 1 разделить на l в квадрате минус 1 не должно быть квадратным. Регуррентно ее довольно несложно построить. Смотрите, начнем с числа 2, k первое равно 2. И каждое следующее будем вычислять по формуле. m плюс первое число – это k m в квадрате минус 1 в квадрате. Тогда смотрите, например, что такое k второе? Это 3 факториала. И 3 факториала делится на k первое в квадрате минус 1. И вообще, для любого неправильного числа n, k n плюс первое, поскольку это факториал числа, которое не меньше, чем каждый из них, делится на каждое из вот этих чисел. Значит, число k n плюс первое в квадрате минус 1 взаимно просто с каждым из этих чисел. Потому что, когда вы делящее число возводите в квадрат, вы читаете единицу, то получаете это непростое. Все. k n плюс первое в квадрате минус 1 взаимно просто со всеми предыдущими. ни одно, ни предыдущее не являются квадратами, потому что они просто на единичку меньше, чем квадраты минус 1. Вот это немножко вычурная, конечно, конструкция. Но зато мы не использовали теорему о существовании решений уравнения пелия. То есть вот в каком-то смысле явным образом все выписали, нигде не говорили, что существует у любого уравнения пелия решения. Просто построили такую последовательность. Я в этом смысле. Регурентная последовательность. И для каждого такого числа k взяли такое число альфа-к. Еще один способ. Возьмем простое число 3 в качестве числа p1 и в качестве числа альфа-1 возьмем число 3 умножить на 2 плюс корень из 3. Когда вот это число 3 умножить на 2 минус корень из 3, очевидно, больше 0 и меньше 1. При этом, когда вы раскроете скобки, здесь тоже напишите, разведете, раскроете, очевидно, что результат будет делиться на 3. Потому что у нас все время есть вот эта самая тройка. Там, где вникают корни, то они уничтожатся. А во всех остальных местах едет или не знат. Это число, повторяю, больше, но на меньше единицы. Значит, если оно все целое, получается, что целая часть числа альфа-1 и слегуен это вот такое число минус 1. Значит, если мы еще прибавим единицу, то мы получим в точности вот это число, и оно делится на 3. Теперь строим возрастающую последовательность простых чисел p1, p2, p3 и так далее. И последовательность альфа-1, альфа-2 и так далее. Так, чтобы... Вот аналогично в слове было верно. Когда вы в любую натуральную степень n возводите альфа-мное, берете целую часть и прибавляете единицу, чтобы результат делился бы на p-мное. но ни на одной из предыдущих, чтобы делимости не было. Ну, тогда, разумеется, не может никакая такого типа целая часть совпасть с другой, потому что при одном и том же m у нас проблема будет просто с тем, что степень сильно отличается. Альфа будет большими числами. А при разных m у нас возникнет противоречие с делимостью. потому что должно делиться, но не делиться на предыдущие. Построить не очень сложно. Для любого натурального числа а уравнение y2 равно ax плюс 1 имеет бесконечно много решений в натуральных числах. Ну, догадать, что это форма. Когда берете az плюс 1, кстати, при желании можно положить минус 1, но неважно, возводите в квадрат, то получаете 1 по модулю a. a умножить на целое число плюс 1. Теперь строим. Пусть числа альфа-1 и так далее, альфа с каким-то номером построены. Соответствующие простые числа тоже уже построены. И вон то условие выполнено до какого-то места. Тогда перемножим все простые числа, которые до этого у нас были, p1, p2 и так далее, pn, и обозначим их произведение буквой а. pm плюс 1, пусть будет простое число больше числа а. Мы знаем, что это уравнение имеет бесконечно много решений в натуральных числах, поэтому возьмем такое натуральное число y, что вот такое равенство есть для какого-то натурального числа x, и при этом y больше, чем pn плюс 1. Наконец, в качестве альфа m плюс 1 мы берем pn плюс 1 умножить на корень из ах плюс y. Для любого натурального числа n. Запишем вот такую форму. Но тут надо просто понять, почему вот это число больше 0 и меньше единицы. Смотрите. y плюс корень из ах умножить на y минус корень из ах. Это y квадрат минус ах, то есть единица. Значит, на самом деле, вот здесь вот в скобке написано единица деленная на y плюс корень из ах. Но у нас y было больше, чем pn плюс 1. Значит, вот это выражение действительно положительное, где меньшая единица. Ну а когда вы складываете число с числом от нуля до единицы, ну и разумеется, когда вы будете просто все скобки раскрывать, то у вас корни в некоторых местах будут в четной степени, и там возникает число а, где нечетные, только уничтожаются. В общем, будет целое число. И значит, действительно, целая часть плюс 1 – это и есть вот такое. Давайте обсуждать, почему это делится на pn плюс 1. Ну, потому что вот здесь вот прямо и есть. Понимаете, когда вы будете раскрывать скобки, корни в ничемной степени не исчезнут, а все остальное делится на p плюс 1. Отлично. Почему не делится на p1, p2 и т.д. pn? Смотрите, у нас, конечно, есть такое слагаемое. pn плюс 1 в степени n умножить на y в степени n. Даже вот здесь вот такое же. А во всех остальных местах у нас будет число а. А делится на любое из чисел p1 и т.д. pn. Значит, фактически, для доказательства не делимости, надо посмотреть вот на такую штуку. 2, pn плюс 1 в степени n и еще y в степени n. Почему не делится на p1, p2 и т.д. pn? Ну, по-моему, понятно. m плюс 1 было простое число больше а. Аа – это произведение. Значит, m плюс 1 больше каждого из этих простых чисел. Если бы y делилось на одно из этих простых чисел, то из-за того, что а делится, у нас здесь возникло противоречие. Вот это делается на простое число и это на то же самое простое число, а единица – это не делится. Значит, действительно, не делится. Конструкция, конечно, немножко вычурная, но, с другой стороны, в общем, если так внимательно посмотреть, ничего особенного, кроме естественных идей, противоречий здесь нет.